Кортеж ингушского президента Евкурова ехал по федеральной трассе Кавказ, когда рядом с ним взорвалась машина с 70 килограммами взрывчатки. Это произошло через год после назначения юнусбека Евкурова президентом республики. Он получил тяжелые ранения и был госпитализирован. Местные жители тогда молились за него в мечетях и стояли в очереди, чтобы сдать кровь. В 2012 году случился первый конфликт Евкурова с главой соседней Чеченской республики Рамзаном Кадыровым. Руководители регионов обвинили друг друга в притязаниях на чужую территорию. Речь шла о Сунжинском районе. Именно за обмен на этой территории с соседней Чечной ингуши потребуют отставки Евкурова через пять лет. Ну а в 2013 году спор Евкурова и Кадырова из Сунжинского района перешел в вооруженный конфликт на границе двух республик. Тогда в процесс вмешался полпредпрезидента России на Северном Кавказе Александр Хлопонин. Прошу брейк-стоп. С публичного пространства выйти. Прекратить друг друга оскорблять. Оставить эту тему раз и навсегда. Выведите это из публичного пространства. Хватит об этом ругаться. Вы два братских народа. Сложными были отношения Евкурова и с республиканским муфтиятом. Глава региона заявлял, что муфтий Исаак Амхоев не справляется со своими обязанностями и призывал его уйти в отставку. Последний отвечал, что не позволит властям вмешиваться в дела религии и получал поддержку главой Чечни Рамзана Кадырова. С Кадыровым дружили представители некоторых авторитетных кланов Ингушетии, с которыми Евкуров также не смог выстроить отношения. При Евкурове в Ингушетии осудили главу местного отделения оппозиционной партии Парнас Магомеда Хазбиева. Его признали виновным в хранении оружия и в оскорблении руководителя республики. Евкурова Хазбиев назвал дебилбеком. После этого на Хазбиева совершили покушение, а в дом его родителей подбросили гранату. После подписания в сентябре 2018 года закона об обмене землей с Чечнёй и начала масштабных протестов в Магасе, рейтинг Евкурова начал стремительно падать. Муфтият отлучил его от мусульманской общины, а ингушские тейпы назвали предателем народа. Мы его снимаем с должности президента. Сожмите его, сожмите. А когда Евкуров вышел к протестующим, в него бросили пластиковую бутылку. В ответ охрана главы республики начала стрелять в воздух из автоматов. Евкурова пришлось срочно эвакуировать с площади. Во время новой волны протестов весной этого года батальон ингушской полиции отказался выполнять распоряжение руководства и разгонять протестующих. После этого из МВД Ингушетии уволили 19 сотрудников. В отставку подал министр внутренних дел Ингушетии. Весной этого года в Ингушетии массово начали задерживать и арестовывать организаторов и активных участников протестов, в том числе старейшин. По данным российских СМИ, при правлении Евкурова в республике сократился уровень безработицы с 52% до 26%. Улучшилась экономическая ситуация. Глава правительства Ингушетии назвал главным достижением Евкурова на посту борьбу с терроризмом. Но если в 2009 году, после покушения на главу региона, местные жители молились за него и сдавали кровь в больницах, то в 2019-м отношение к нему изменилось полностью. Сайхан Цинсаев. Настоящее время. Редактор субтитров А.Семкин